9 февраля 1946 года, выступая с ритуальной речью перед избирателями, Сталин уверенно сказал «Я не сомневаюсь, что если мы окажем должную помощь ученым, они сумеют не только догнать, но и превзойти в ближайшее время достижения науки за пределами нашей Родины». В марте 1946-го появилось постановление об увеличении зарплаты всем научным работникам. Особые милости были оказаны академикам, которым раздавали квартиры, дачи и машины. Сталин боялся, что научные достижения утекут за границу. От ученых требовали прежде всего заботиться о секретности и не иметь дела с иностранными коллегами. Откликаясь на сталинские слова, в Кремль за поддержкой обратились создатели противоракового аппарата «Круцин» Нина Клюева и Григорий Роскин. Почему-то принято считать, что они были чуть ли не шарлатаном и предлагали заведомо негодный препарат. Это не так. В те годы «Круцин» успешно проходил клинические испытания под эгидой Академии медицинских наук. Клюев и Роскин вполне могли претендовать на мировое лидерство в создании противораковых препаратов. Сталин обратил внимание на этот проект и велел поддержать его создателей. Григорий Роскин был биологом европейской известности. Он заведовал в Московском университете кафедрой и руководил лабораторией биологии раковой клетки. Он установил, что одноклеточный микроорганизм трепаносомы и экстракт из его клеток тормозят развитие опухоли у животных. Роскин познакомился с профессором микробиологии Ниной Клюевой, которая увлеклась идеей создания лекарства от рака. После войны они вдвоем представили на клинические испытания препарат «Круцин», полученный из трепаносомы. Препарат улучшал самочувствие больных раком и замедлял развитие опухоли. Самое удивительное состоит в том, что в 50-е годы во Франции продолжились испытания «Круцин». Но сложность работы с ним и появление других сильнодействующих препаратов практически перечеркнули биотерапию рака как научное направление. В наши дни выяснилось, что на «Круцине» рано ставить крест. Сегодняшняя онкология вновь обращается к биотерапии рака. Но мы забежали вперед. В 1946 году судьба этого препарата и его создателей зависела от члена политбюро Андрея Санчжданова. Он ведал идеологии и отвечал за успехи отечественной науки. Жданов настолько понравился Сталину, что очень просто не хотел с ним расставаться. Андрей Александрович Жданов, веселый человек с хорошо подвешенным языком, был незаменим в компании. На обедах и ужинах, которые устраивал Сталин, он сажал Жданова рядом с собой и назначал его томодой. Правда, при этом сам говорил, за кого нужно выпить и буквально диктовал текст тоста. Жданов многое охотно выпивал, рассказывал анекдоты, в том числе соленые. Потом брал в руки двухрядную гармонь и исполнял частушки, в том числе неприличные. Сталин его подпевал. Ну, став членом политбюро, Жданов гармонь отложил, уже обыкновенно подсаживался к роялю. Другие члены политбюро Жданова не любили. Презрительно именовали его гармонистом. Обижались на его ехидство. Жданов на всех заседаниях сидел с карандашом и записывал. Все думали, что Андрей Александрович внимательно слушает ораторов. А он записывал неудачный оборот и ошибки. Потом пересказывал их Сталину, и они оба от души хохотали над промахами товарищей по политбюро. Андрей Александрович Жданов начинал в Нижегородском губкоме партии. В 28-м году на пленуме ЦК Жданов выступил с речью о масштабах вредительства со стороны оппозиционеров и классовых врагов. Мы в нашей Нижегородской губернии за последние месяцы имеем целый ряд случаев поджогов и аварий. Мы установили вопиющие факты. Перед пожарным сараем, в котором находились машины, имелась куча снега, которая в случае пожара не давала возможности вывести машины из сарая. В другом месте вода в бочках оказалась замерзшей. В третьем дежурные спали. Слушавший его с изумлением Станислав Кассиор, секретарь ЦК, откликнулся с откровенной издевкой. Это что же, тоже вредительство, когда дежурные спят? Но, похоже, один Кассиор сообразил, что Жданов, сам того не желая, наглядно показал. Мифическое вредительство есть на самом деле элементарное разгильдяйство. От Станислава Кассиора, которого смущали притянутые за уши обвинения, Сталин со временем избавился, расстрелял в 1939-м. А точно следовавшего партийной линии и сметливого Андрея Жданова вознес на вершину власти. После убийства Кирова Жданов стал хозяином Ленинграда. Кроме того, он отвечал за военно-морской флот и военную промышленность. Накануне войны, 4 мая 1941-го, Политбюро утвердило секретное постановление, в соответствии с которым Жданов официально становился вторым человеком в партии. Он должен был перебраться в Москву. Но для начала уехал отдыхать в Сочи. Пока Жданов грелся на солнышке, началась война. Переезд в столицу пришлось отложить. В решающие дни обороны Ленинграда Андрей Санч, питавший пристрастие к горячительным напиткам, вышел из строя. Он не мог работать, ему нельзя было появляться на людях. Алексей Кузнецов, второй секретарь Ленинградского горкома и член военного совета Ленинградского фронта, вынужден был изолировать Жданова в его резиденции. В годы войны у Жданова появился в Москве опасный соперник Александр Сергеевич Щербаков, который тоже претендовал на роль главного идеолога. Он проявил себя в годы массовых репрессий, когда организовал большую чистку в Восточной Сибири. Его перевели в Москву первым секретарем горкома и обкома партии. Сталин отметил рвение Щербакова, сделал его кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК, заместителем наркома обороны, начальником главного политического управления и Совинформбюро. Не было более, так сказать, такого, так сказать, исполнительного чиновника. Он готов был в лепешку разбиться, чтобы, так сказать, вот угодить вождю. И, естественно, это делалось искреннее. Александр Щербаков, болезненно рыхлый, надорвался и в 45-м скоропостижно скончался. Тогда вождь перевел в Москву Жданова и поручил ему идеологические дела. Сталин внимательно читал сводки Министерства госбезопасности и видел, что с окончанием войны люди связывали огромные надежды. Они жаждали спокойной и сытной жизни. Крестьяне надеялись, что распустят колхозы. Говорили, что этого требуют союзники и что Молотов с ними согласился. Но надежды на сытую жизнь не сбылись. Осенью 46-го из-за засухи и неурожая подняли цены на товары, которые продавались по карточкам. И сократили число людей, которые получали карточки на продовольствие. В конце 46-го начался жестокий голод. Во всем обвинили самих колхозников, разбазаривавших государственный хлеб. Тогда посадили почти 10 тысяч председателей колхозов. Сталин видел, что больше всех недовольны положением в стране те, кто побывал на Западе и хотя бы краем глаза увидел западную жизнь. То есть военные, бывшие военнопленные и те, кого немцы увезли на принудительные работы. Вот тогда и началась борьба с низкопоклонством перед иностранщиной. Жданов объяснял своим подчиненным в аппарате ЦК. Миллионы людей побывали за границей. Они увидели кое-что такое, что заставило их задуматься. Они хотят иметь хорошие квартиры. Увидели на Западе, что это такое. Хорошо питаться, хорошо одеваться. Люди говорят, пропади на пропадом всякая политика. Хотим просто хорошо жить, зарабатывать, свободно дышать, хорошо отдыхать. Эти настроения очень опасны. С именем Жданова связаны печально известные послевоенные постановления ЦК. О журналах «Звезда» и «Ленинград», о кинофильме «Большая жизнь». В результате Анны Ахматовой и Михаил Зощенко были исключены из союза писателей, а вторую часть фильма «Большая жизнь» просто запретили. Эти постановления перечеркивали надежды интеллигенции на то, что после войны настанут более свободные времена. Я за всю войну первый раз музыку-то услыхала. Опять патефон вспомнила, что гитлеровец у нас забрал. Ведь как жили-то, Кузя? Своя музыка была. Жданов все-таки себя очень скомпрометировал этими выступлениями против интеллигенции, против писателей. Зощенко, Ахматовой. Вообще такие выдающиеся писатели были. Это гордость, можно сказать, России. И Зощенко. Вы подумайте, до чего их довели, до какого... Зощенко был практически уничтожен. Да и Ахматова тоже. Это гордость страны, они были уничтожены. И Жданов в этом принял непосредственное, активное, очень активное и такое, я бы сказал, софистицированное участие в уничтожении этих людей. Такими же жертвами в науке были выбраны создатели препарата Круцин, Клюева и Роскина. Почему они? Их открытием заинтересовались американские биологи и медики. Американское посольство в Москве получало просьбы прислать образцы нового лекарства. Американский посол предложил Клюевой и Роскину сотрудничество. Министерство здравоохранения с санкцией ЦК приняло предложение. В Соединенные Штаты улетела делегация советских медиков. Академик Парин с разрешением Москвы вручил американским медикам рукопись книги Клюева и Роскина «Пути биотерапии рака» и образец созданного ими Круцина. Вот тут у Сталина и Жданова возникла идея устроить показательный процесс, чтобы раз и навсегда отбить у советских ученых желание сотрудничать с западными коллегами. В квартире Клюева и Роскина чекисты Абакумова установили подслушивающую аппаратуру. Записи разговоров двух ученых докладывали лично Сталина. Множество государственных забот были отложены в сторону. ВОЧ занимался только этой историей. Академика Парина после возвращения на родину арестовали как американского шпиона. Министра здравоохранения сняли. Нового министра Сталин вызвал в Большой театр, где наслаждался оперой «Князь Игорь» и приказал провести суд чести над Клюевой и Роскиной. Суды чести придумал сам Сталин, чтобы рассматривать обвинения в антипатриотических поступках и низкопоклонстве перед иностранщиной. За день до суда, 13 мая 1947-го, Сталин призвал в Кремль трех доверенных писателей – Фадеева, Константина Симонова и Бориса Горбатого, который был секретарем партийной организации «Союза писателей». Сталин говорил «Есть тема, которая очень важна. Если взять нашу среднюю интеллигенцию, научную интеллигенцию, профессоров, врачей, у них недостаточно воспитано чувство советского патриотизма, у них неоправданное преклонение перед заграничной культурой. Простой крестьянин не пойдет из-за пустяков, кланяться, не станет ломать шапку, а вот у таких людей не хватает достоинства, патриотизма, понимания той роли, которую играет Россия. У военных тоже было такое преклонение. Сейчас стало меньше. Вождь сказал, что задача номер один – покончить с преклонением перед иностранцами. В эту точку надо долбить много лет. Лет десять надо эту тему вдалбливать. В исполнение сталинского указания по мотивам судилища, устроенного над Клюевой и Роскиным, в 50-м году был снят фильм «Суд чести». Пожалуйста, вторую выдержку. Вуд никогда никакого отношения к науке не имел. Вуд, он же Кричби, он же Голдвин, он же Стефенс, агент американской разведывательной службы. Своих боялись, а шпиона пустили. Пожалуйста, третью выдержку. Уилби – военный, майор, начальник отдела разведывательной службы. Да, вот вам и единая мировая наука. Вот кому вы открыли двери и свою душу, Алексей Алексеевич. Мне больно за вас, ведь вы мой ученик. Моя надежда. Товарищи, для нас всех очевидно. В Америку проникли сведения о препарате, документация которого находилась в сейфе у добротворца. Как же это произошло? Профессор, я обращаюсь к вам в последний раз от имени всех сидящих вот в этом сайте. Помогите установить истину. В реальности светило отечественной науке лучшие медики страны говорили примерно такие же глупости. Потом их спрашивали, зачем они это делали. Один из академиков объяснил. Давление на нас было оказано из таких высоких сфер, что мы извивались, как угри на сковородке. Я после своего выступления три дня рот полоскал. Так началась всесоюзная идеологическая кампания, которая в реальности пережила и Жданова, и Сталина. Атмосфера холодной войны, враждебности к Западу должна была сбить волну недовольства. Не десять, как велел Сталин, а много дольше внушали ненависть за границей и Америке в первую очередь. И наши люди по-прежнему рисуют себе странную картину мира. В центре которой наша страна – оплот добра и справедливости, а другой полис – это враждебная всему хорошему Америка. «Любой советский человек наголо выше любого американца», говорил тогда Андрей Жданов. И ведь поверили ему. Как только людям сказали, что страна на грани новой войны, настроения изменились. Ради сохранения мира люди были готовы на любые жертвы. Понятно, что понадобились и внутренние враги, которых надо было разоблачить. Приободрились бойцы идеологического фронта. Сначала гетпропом ЦК руководил Георгий Федорович Александров. Совершенно случайно в подмосковной Валентиновке открылось гнездо разврата, где с женщинами легкого поведения весело развлекался главный идеолог и партийный философ Георгий Александров, а с ним еще несколько идеологических чиновников. Его звезда закатилась. Тогда управление пропагандой и агитацией ЦК возглавил Михаил Андреевич Суслов. Он от природы был человеком в футляре, да еще и учел опыт своего предшественника. Ни себе, ни другим не позволял даже на сантиметр уклоняться от генеральной линии, поэтому и ведал идеологии почти 40 лет. Показательные процессы устроили и надвоенными. Жданов по поручению Сталина на пленуме ЦК предложил вывести маршала Жукова из состава кандидатов в члены ЦК. Сказал, что Жуков рано попал в состав Центрального комитета, ему ни места среди партийной элиты не заслужил пока этой чести. В квартире и на даче Жукова чекисты провели обыск. Маршал не выдержал всего этого. Его свалил инфаркт. Когда он выздоровел, Жданов вызвал маршала и потребовал от него объяснить происхождение драгоценностей и другого трофейного добра, обнаруженного чекистами на его даче. Маршала Жукова, униженного и оскорбленного, заставили просить прощения у партии. Жуков обещал больше не повторять эти ошибки. Имущество, найденное чекистами у него на даче, конфисковали. Самого маршала отправили в Свердловск командовать заштатным военным округом. Вслед за Жуковым Сталин и Жданов нашли себе еще одну жертву среди военных. Это был столь же популярный военачальник, главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Николай Герасимович Кузнецов, который прекрасно показал себя в годы войны. Один военный изобретатель доложил, что придуманную им авиационную торпеду руководители флота передали англичанам. Сталин распорядился придать суду чести адмирала Кузнецова, его бывшего заместителя адмирала Галера и бывших начальников главного штаба флота Аллафузова и Степанова. Когда все это было сделано, Сталин потерял к Жданову интерес. Жданов стал для него обузой. Но вождь не знал, что с ним делать, потому что с именем Андрея Санчо были связаны все громкие послевоенные идеологические акции. Если бы, скажем, Жданова посадили, пришлось бы выбросить в корзину все эти послевоенные постановления о литературе, искусстве, музыке. Но вот вопрос. Почему Андрей Санчо-Жданов перестал быть нужным Сталину? Хрущев считал, что Жданов стал раздражать Сталина своим безделием. На любое заседание в ЦК партии он мог прийти спустя два или три часа, а мог и совсем не прийти. Но дело, наверное, было в другом. Сталин постоянно менял кадры и выдвигал новых людей. И для Жданова настало время уйти. Личных претензий к Жданову не было. Он оказался лишним в политической игре. Хрущев вспоминал, как-то обедали у Сталина и дообедались до такой степени, что Жданов уже не мог идти. И он хотел, как-то уже не раз бывало, заночевать у Сталина. Но вождь внезапно сказал, а у вас есть своя квартира. И буквально выпроводил Жданова. Для Андрея Санчо Жданова с его больным сердцем обеды и ужины у Сталина с тяжелой пищей, обильными возлияниями были смерти подобны. Но не он. Никто бы то ни было другой, из членов Политбюро, даже будучи больным, не смели пропустить ни одной встречи у вождя. Потому что именно там обсуждались и решали все вопросы. Сложная интрига закрутилась вокруг народного академика и гениального мистификатора Трофима Денисовича Лысенко. Против него выступил заведующий отделом науки ЦК партии Юрий Андреевич Жданов, сын главного идеолога партии. На Лысенко давно жаловались видные биологи, которые доказывали, что народный академик только вредит сельскому хозяйству. Ни один из обещанных им чудо-сорто пшеницы так и не появился. Зато он успешно мешал другим биологам внедрять сорта, выведенные в результате долгой селекционной работы. Старший Жданов на заседании оргбюро ЦК предложил укрепить руководство сельскохозяйственной академии, что в переводе с бюрократического языка на нормальный означало решение убрать с поста президента академии Трофима Лысенко. Но эти намерения Жданова столкнулись с интересами другого влиятельного члена политбюро Георгия Максимилиановича Маленкова. Сталин почему-то поручил Маленкову курировать сельское хозяйство. Отказаться Георгий Максимилианович не посмел, хотя как городской человек всю жизнь проработавший в партийной канцелярии в сельских делах не разбирался. Маленков не нашел иного способа изменить ситуацию в аграрном секторе, кроме как вновь положиться на фантастические обещания Трофима Лысенко. Взамен он взялся избавить народного академика от критики. Маленков доложил Сталину о критическом выступлении молодого Жданова. И у вождя появился желанный повод ударить по старшему Жданову. Сталин собрал членов Политбюро и сказал, надо обсудить неслыханный факт. Агитпроп без ведома ЦК созвал всесоюзный семинар. И на этом семинаре разделали под орех академика Лысенко. А на нем держится все наше сельское хозяйство. Нельзя забывать, что Лысенко это сегодня Мичурин в агротехнике. Сталин зловеще произнес, так этого оставлять нельзя. Надо примерно наказать виновных. Не Юрия Жданова, он еще молодой и неопытный. Надо наказать отцов. И надо поддержать Лысенко и развенчать наших доморощенных морганистов. 10 июля старший Жданов ушел в двухмесячный отпуск, из которого уже не вернулся. Его место в аппарате занял Маленков. Юрию Жданову пришлось написать покаянное письмо Сталину. И письмо «Невиданное дело» было опубликовано в «Правде». А Лысенко позволили провести сессию Академии сельскохозяйственных наук, на которой народный академик разделался со своими оппонентами. После этой сессии начался погром биологической науки, последствия которого сельское хозяйство России ощущает и по сей день. Сталин не случайно заставил молодого Жданова каяться публично. Это был удар по репутации Жданова-старшего. Таков был один из сталинских методов компрометировать членов семьи. Жену Молотова Сталин сначала снял с работы, потом исключил из партии и, наконец, посадил. Так что будущее Юрия Жданова тоже рисовалось в мрачных тонах. Но его отец умер, избавив Сталина от многих проблем. И отношение вождя к младшему Жданову сразу изменилось к лучшему. Семья Ждановых продолжала жить в кремлевской квартире, а весной следующего года Светлана Сталина с благословения отца вышла замуж за Юрия Жданова. Вождь предложил взять у вас гладить комсомол. Это был шаг к очень крупной должности. Молодой Жданов приехал в ЦК комсомола знакомиться. Собрали нас и он прям в открытую говорит, меня Юрий Сергеевич послал к вам вот с таким поручением с вами поговорить, познакомиться и предложил мне быть первым секретарем. Ну, я вот и хочу кратко мне скажите, кто чем занимается. Мы стали объяснять, что он послушал и говорит, ребята дорогие, я ничего в этом не понимаю. Вот то, что вы мне нарассказывали, для меня это темный лес. я браться за это не могу, а тем более с вами опытными людьми вами руководить. Вот то, что вы мне нарассказывали, как же я завтра вами буду. Не-не-не, я пойду сейчас к Еси Весеновичу и откажусь. Да, он пошел. Осенью 52-го года Юрия Андреевича Жданова избрали членом Центрального комитета партии. Но его брак со Светланой быстро разрушился. Оказавшись в семье главного идеолога страны, она была потрясена обилием сундуков, набитых добром, и сочетание показной ханжевской партийности с махровым мещанством. Светлана Сталина писала отцу. Что касается Юрия Андреевича Жданова, то мы с ним еще накануне Нового года решили окончательно расстаться. Довольность меня этого сушеного профессора, бессердечного эрудита, пусть закопается с головой в своей книжке, а семья и жена ему вообще не нужны, ему их вполне заменяют многочисленные родственники. Словом, я ничуть не жалею, что мы расстались, а жаль мне только, что впустую много хороших чувств было потрачено на него, на эту ледяную стенку. Впрочем, многообещающую партийную карьеру младшего Жданова погубил не развод, а смерть тестя в марте 1953-го. Юрию Андреевичу пришлось уехать в Ростов, где он многие годы был ректором университета и воспитывал молодое поколение. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова